В эти минуты на выездах из города скопились крупные пробки. В преддверии длинных выходных люди массово выезжают на природу, прихватив с собой неотъемлемые атрибуты мангала и мяса. Те, у кого дачи нет, собираются жарить шашлыки где-нибудь в лесу или во дворе жилого дома. Но не грозит ли за это штраф? Анна Кондратенко выясняла, где и как пожарить мясо и не устроить пожар. С 28 апреля по 10 мая в Новосибирской области объявлен особый противопожарный режим. Это значит, что никаких костров, мангалов и шашлыков. Все потому, что земля еще до сих пор покрыта прошлогодней сухой травой и пока не появится новый слой зелени, запреты не снимут. На это время в черном списке оказались лесные массивы, поля, дачные участки, лужайки, дворы, балконы. Ситуация действительно серьезная, ведь на время особого режима запретили даже печи топить в частных домах. Одна искра и Новосибирск может повторить трагедию в Хакасии, когда в прошлом году из-за опала травы без жилья остались 5000 человек. Десятки погибли. Жарить шашлыки официально можно только в специально отведенных зонах. Например, на базе отдыха, где мангалы стационарные, рядом есть вода и огнетушители. Но и тут можно стать жертвой огня. Вот сотрудник МЧС показывает, как это обычно происходит. То есть вот мы льем и отпускаем. Засасывается воздух внутрь. И вот эти пары горящие засасываются внутрь. Вот здесь взрывоопасная смесь, пара воздушная. Происходит взрыв, разрывание бутылки и человек просто превращается в факел. В прошлом году таких случаев было больше десяти. Ожоги получают как взрослые, так и дети. Чтобы избежать трагедии, пожарные настоятельно рекомендуют не поливать жидкостью для розжига уже горящие угли. А рядом, на случай ЧП, держать как минимум ведро с водой. Оно любителям шашлыка точно понадобится, хотя бы для того, чтобы залить стреляющие угли. МЧС, правда, новосибирцев все-таки просит повременить шашлыками на природе. Пока действует особый противопожарный режим. Мера ответственности предусмотрена вплоть до уголовной, причем в условиях особого противопожарного режима, статья 20.4, которая предполагает ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, санкции ее увеличиваются в два раза. То есть для простого гражданина сумма штрафов составляет 4000 рублей. На время праздничных выходных МЧС усилит контроль. Неожиданный визит пожарные могут нанести в любое дачное общество и отдыхающим в лесу или на берегу реки. Анна Кондратенко, Роман Семенов, Дмитрий Кан. Новосибирские новости.